Деревня Раполова Всеволожского района, медведи центра помощи диким животным проснулись и хотят есть. В этом году мишки вышли из зимней спячки довольно рано. Даже в душе гималайских медведей, которые обычно вставали последними ближе к концу апреля, весна заиграла уже сейчас. Сотрудники центра еще по осени заготовили огромное количество яблок, целое помещение завалили плодами. Для их сохранения воспользовались народным рецептом. Каждый слой яблок просыпали опилками, но из-за частых перепадов температур все запасы пропали. Приходится закупать фрукты заново. У нас сейчас фрукты для нас получаются в несколько раз дороже, чем мы, например, курицу покупаем свежую. То есть мы курицу покупаем на птицефабрике, яблоки покупаем в 2-3 раза иногда дороже, чем эта курица. Тоня любит покушать больше остальных медведей. В ее вольере несъеденных яблок практически не бывает. Эту бурую медведицу привезли сюда 2 года назад с цепочкой вросшившей в шею. Поэтому она не очень-то доверяет людям и предпочитает есть в одиночестве. А вот Потапыч, что живет по соседству, готов уплетать яблоки прямо из человеческих рук. В благодарность за лакомство он покажет, на что способен. И с шинами в вольере поиграет, и язык высунет, и даже улыбнется. Он очень любит внимание. Вот такой молодец. Ай, ты молодец. Какой ты молодец. В день на всех медведей уходит по 6-7 ведер фруктов. Из-за того, что все зимние запасы пропали, Центру помощи диким животным и самому нужна помощь. Материальная или, что называется, натурой. Они едят яблоки. Груши – это уже как баловство сладкие. Потапыч, например, любит грушу, он яблоки не очень любит. Тоня любит, все она ест. Гималайцы бананы больше любят, поэтому у них у каждого свой вкус. Знакомьтесь, это носик и хвостик. Самые юные медведи в центре. Им около двух лет. Они очень любят яблочки. Сотрудники говорят, что, конечно, лучше фрукты привозить лично. Во-первых, дело хорошее можно сделать. Во-вторых, пообщаться с животными. Евгения Агафонова, Андрей Осин, Татьяна Константинова. Последнее известие. Всеволожский район. Продолжение следует...